А всем привет с канала Камрад Майор и новый видеоролик в рубрике моделизм обзор ледокола Арктика от компании моделист это такой первый ролик кстати по атом флоту такому ледокольному потому что недавно вышла новая арктика звезды это уже новый корабль так как это был это был советский ледокол а сейчас вышел именно российский эта модель старая она от компании моделист насколько я знаю это перепак огонька но более улучшенный длина его составляет 38 сантиметров высота 180 миллиметров бимба 18 сантиметров и 244 детали что очень много но и неудивительно так как масштаб 1 к 400 значит здесь нас представляет также фотографии коробка очень большая поэтому будем вот так вот кадром показывать здесь у нас что есть еще от моделисты это потемкин собранный у меня аврора собранная только от огонька кстати не понравилась она мне там от огонька собранная и тяжелый крейсер авианосец кузнецов которого еще в коллекции нет значит так снимаем на коробку сразу пока раскрываю скажу о стоимости цена его составляет 760 рублей есть конечно от огонька можно найти на озоне на каких-то других сайтах там за 560 за 600 но инструкция там оставляет желать лучшего что в ней вообще половина непонятного при таких масштабах открываем здесь нас встречает множество литников две половины корпуса ванны самой и инструкция сначала наверное глянем инструкцию здесь у нас фотографии самих литников инструкция от моделиста мне всегда нравилось она сделана как журнал именно то есть здесь и история и ттх модель предназначена для детского творчества вряд ли для детского здесь что и как делать какие цвета использовались атомный ледокол арктика ссср 75-й год архивная фотография и в какие цвета его красить и также вот есть под россию значит вот мы видим что собираются два корпуса здесь прикладываются также фотографии что как должно выглядеть далее идет установка мелких деталей и уже сбор палубы это все идет естественно пошагово что как раз таки радует так как все понятнее можно ориентироваться именно на фотографии сборка установок различного рода сборка вышки связи вот таким образом все это выглядит и установка на подставку схем размещения деталей вот единственное что тут вертолет указан но я его кстати говоря не увидел скорее всего просмотрел так если он уже тут появился и даже тут появился значит он уже до этого был установлен да вот все верно вот он устанавливается так инструкцию мы посмотрели теперь переходим к обзору литников наверное первое что это вот как раз таки ванна корпуса который надо будет также подзачистить но уже она из себя представляет более-менее такое что-то виднеющиеся сразу отверстие для подставки плохо вот между прочим не люблю я когда подставка устанавливается именно в пазы так как лучше сделать пологие такие скаты в которых было бы просто удобно ставить а именно не фиксировать сам корабль вот таким образом это все склеится эти иллюминаторы я думаю кстати просверлить прям либо уже закрасить тут знак атома вот видно на свет на свету и арктика с этой стороны естественно также посыпь под якоря далее вот такой пакет нас здесь встречает все мы из пакета достаем здесь мы убираем он нам больше не нужен можно сразу посмотреть на вот этот литник на котором были половины корпуса то есть вот он сам вертолет к нему нужно будет найти лопасти которые здесь устанавливаются вот они вероятнее всего так якоря это все конечно с обоем но это все прекрасно убирается без проблем антенна кстати чуть загнутые за качество пластика но на то она и арктика столетней давности дальше у нас идет два литника которые как-то между собой сцепились как-то почему-то они кстати действительно сцепились снимем вот эту деталь чтобы не повредить эту часть палубы наружная часть которая также прогнулась но естественно это все все выправиться естественно это моделист естественно это перепак огонька так здесь как раз таки было очень умно сделано завода то что они загнули так один литник на вот этом месте он был спарен между собой получается что здесь у нас также идет верхняя часть палубы так и настройка в которой пропилены окнах также на этом литнике мы можем заметить то что вот это уже верхняя настройка она не выгнута за счет того что она была отлита более качественная здесь прям как сабля кривая и что я хочу заметить это естественный плюс этой арктики в отличие от новой арктики которая вышла там спустя 30 лет с лишним здесь аккуратно прорезаны иллюминаторы ну вот тут типа чуть-чуть вот не аккуратные которые самые уж мелкие но это все поправимо это все не смертельно а на новые арктики они просто как чуть-чуть вогнутые то есть это для того чтобы просто их покрасить в закрытый цвет а если люди хотят делать светящийся арктику то есть с электроникой все им нужно будет все эти иллюминаторы выпиливать по детализации можем увидеть здесь серп и молот что кстати очень радует в модели таких лет так скажем и остается нам наверное посмотреть только вот сюда то есть также часть палубы эвакуационные эвакуационные катера также части надстроек части антенн здесь уже прикопаться мало к чему можно и вот она сама подставка ледокола наверное не получится сейчас снять так вот она именно завальцованы тут с двух точек и тут с одной точки запаяна но это все будет будет может быть обзор даже пошаговый когда я когда-то делал у танка таким образом и поэтому может быть действительно можно будет следить за постройкой арктики вот такое количество деталей нас встречает она конечно не может не радовать и что будет с этим можно будет следить именно на youtube канале не вконтакте не в инстаграме надеюсь вам было интересно все это одна из таких флагмановских моделей фирмы моделист и огонек будет круто если у кого-то на полке стоит сделанная она и новая арктика как раз таки посмотреть на такую преемственность поколений на этом все с вами был камрад майор ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока а